Итак, дорогие друзья, после обработки спины мы тут все уже разогрели и даже уже частично попробовали шею размять, да, и плечи, и поэтому переходим непосредственно к этой области шейно-воротниковая. Иногда человек даже заказывает, ему только нужно вот шею и воротник размять, да, то есть мы начинаем с лопаток, помяли с этой стороны, с этой стороны, а потом перешли на шею. В этом случае просим поднять руки от лоб, желательно, да, но если есть дырка, да, можно их просто опустить. Тут просто надо смотреть, насколько мышцы вот эти вот расслаблены, да. Иногда человек инстинктивно поднимают плечи вверх. Вот вам, нет, вот так вот вниз просто со стола. Так удобно? Видите, в принципе, удобно, да, но есть такие подушечки, где руки сверху висят, вот тут вот, с этой стороны, да, а вообще я обычно говорю под лоб положить, под лоб, да, вот так вот лучше. Можно начать с этой стороны, то есть мы с этой стороны стояли, закончили, да, и продолжаем дальше. Во-первых, у нас шея уже смазана маслом, тут ничего дополнительного делать не надо. Берем просто вот, проминаем ее по всей длине, да, вот эти крупные шейные мышцы. Но тут есть большое отличие. Если мы до этого все время кровь и лимфу гнали вверх, в данном случае мы делаем все движения наоборот, сверху вниз. И заметьте, вот я этой рукой приподнимаю, да, а вот этой рукой вот туда вниз. Ганю кровь и лимфу, видите, вниз. Вот туда. Прям стараюсь даже под вот эти вот топить, видно, мышцы залезть прямо туда. Вот еще раз показываю. Раз, раз, это все так быстро делается. Можно схватить за эти мышцы и вот так вот немножко оттянув, потрясти. Растрясти, как вот я уже буду показывать, например, с разметьей, да, взяли и вот так вот их растрясли, эти кусочки. Также этим способом мы воздействуем на чистые отростки, да, на ротацию позвонков, чтобы они немножко, ну, расстряслись, пришли в себя, выровнялись. Можно даже приподнять за кожу, если это позволяет у человека, да, и потрясти. Ну, здесь вот негде подняться, да и может быть болезненно, они все это любят. Вот именно за кожу. В данном случае я развожу, видите, череп в одну сторону, плечи в другую. Как бы идет на растяжение. Вот такое движение на растяжение. Новое сейчас для вас движение, упражнение, мы до этого его не делали. Валентина, вы чувствуете растяжение? Да, очень хорошо. Вот, видите, это хорошо, даже это приятно, да, бывает. Переходим на эту сторону и тут в зависимости от того, насколько вам стол высок или внизу, да, можно стоя стоять. Самое главное не наклоняться вот так. Можно чуть-чуть присесть, вот так вот, да, вы сидите и начинаем обрабатывать. Если мы работали здесь с левой части, потом с правой, то здесь тоже с правой, потом с левой, ну, как бы на пересечении, да, чтобы организм не успевал остыть. Здесь немножко остыло, да, поэтому делаем вот такой захват и как бы охватываем мышцу вот так вот. Вот, опять показываем, и вот этими частями, да, не так вот мы ее прорабатываем. Вот такой вот захват. Берем и быстро, можно начинать с шеи. Идем к периферии и заканчиваем, видите, на плече. Очень быстро и эффективно согревается. Да, вы чувствуете разогрев? Конечно. Вот. Далее вы захватываете вот эту, как бы, как прищепку, да, как я со змеевой показал только что, и вот эту вот мышцу вот так вот растягиваете. Даже с этой стороны. Еще раз показываю, вот прям отсюда. Берете вот эту мышцу, да, и вот так вот ее растягиваете. От центра к периферии. Потом одну руку заменяете на палец и продавливаете, а другой даете вверх. Вот видите, можно, в принципе, и в обратную сторону продавить. Вот сюда. Следующее мы берем и тянем мышцу за волокна, да, и как будто растягиваем ее, растягиваем само это мышцу. Переходим тут же ко второй половинке. Ширина воротниково-плечевой, лопаточно-ключичной зоне. Такое неправильное название. Большим пальцем продавил. Это уже более глубоко, да, я вхожу. И растянул. Растянул только с одной стороны, растянул потом с другой стороны. А теперь с двух сторон. Беру и сразу обе мышцы растягиваю друг от друга. Беру и от центра к периферии. Анатомически у нас пальцы сами встали вот на эти места, где есть вот ложбинки такие. Там точки тоже пунктурные. Их проходим. Проходим точки вдоль ключицы, где она заканчивается, косточка. То есть вот так вот идет косточка, да, такой буквой П она как будто идет. И вот так вот мы ее всю прожимаем. Идем дальше за лопатки. Вот лопатка у нас, да, и по краю лопатки возвращаемся назад. Таким образом это я назвал рисуем крылья ангела. Мы как бы нарисовали, да, вот эпалеты сначала, потом крылышки, вот перышки, перышки, перышки рисуем, да. Этим перышками вот мы сделали вот такой вот рисунок, да. Сразу у нас руки вернулись в это место и превращаются в наши утюжки, да. Утюжками проработали, то есть вот этой длинной частью кулачков, да. Потом вот этими костяшками взяли и отводим достаточно грубо и сильно в стороны мышцы. Вот тут бывает полка у некоторых людей, особенно у женщин, да, вот ее надо достаточно сильно так проминать. Прямо от позвоночника в сторону, от позвоночника в сторону, от позвоночника в сторону. И далее такой прием, я его назвал еврейский канделябр. Вот рисуем основание, проходим между лопаток, рисуем у него, ну, сам ствол канделябра, да. Разворачиваем руки и костяшками пальцев рисуем сами подсвечники, да. Получилось 8 подсвечников. Смотрите, как это выглядит. Что, дед? Почему это так называется, чтобы вы поняли. Сейчас я вам продемонстрирую. То есть вот идут лопатки человека. Вот идет позвоночник. Вот это вот восьмой шейный позвонок, который часто выпирает. Вернее, это первый грудной и седьмой шейный. Сама шея идет. Вот тут вот те косточки, про которые я говорил, да, выступающие. Пошло плечо. Ну, и волосяная часть головы вот с этой стороны начинается. Вот, мы как бы так видим человека, сейчас, в данном случае, инвертированно, вверх ногами. Соответственно, вот движение, которое я называю крылья ангела, да, мы вот такими движениями обходим вот эту часть и рисуем как бы вот такие вот крылышки, да. То, что я называю канделябром, мы разводим руки вот так в сторону, да, то есть рисуем, получается, основание вот так вот пальцами, да. Потом нам лопатки, уголки лопатки вот эти вот мешают пройти ровно вертикально вверх, да. Поэтому руки соединяем, проходим узкими местами вот этими костяшками вверх между лопаток, обратно разворачиваем и уже с силой прокатываем еще выше. То есть вот мы прошли эту зону, да, развернули их, и у нас пальцы сами встали вот в такую форму. Получается, костяшками пальцев мы нарисовали вот такой вот подсвечник. Понятно, да? Это просто, ну, религиозный канделябр. У них там 8-9 сфер сефирон есть, поэтому они вот так вот, такой национальный у них канделябр есть, еврейский. И очень похож этот рисунок на этот канделябр, да. Вот я сейчас его нарисую на теле, и вы увидите, как это все выглядит. Давайте, показываем еще раз. Смотрите, может появиться покраснение. Рисую основание, стержень, и вот сам канделябр. Видите, рисунок остался. И еще раз, вот так можно 2-3 раза пройтись. Раз, два, и три. И поскольку у нас массаж мануальный, мы все-таки доводим до крестца руки, да, и вот такими очередными движениями толкательными, вибрационными, да, стараемся еще раз разжать наше сочленение повеснично-крестцовое. Разжали, вернулись. Вернулись, и сразу руки у нас превращаются вот в лодочки, которые мы стараемся лопатки раздвинуть. Еще раз, еще раз раздвигаем. Можно всеми локциями раздвинуть. Вот, давайте пока остановимся на этом нашем движении, вот этой зоне, да. В следующем видеоролике будет продолжение воротниковой, как мы будем обрабатывать воротниковую шариную зону.